Продолжение следует... Приятно видеть в субботу утром заинтересованные лица, вместо того, чтобы заспанные лица, заинтересованные лица в том, чтобы послушать, что же происходит в индустрии IoT. Не знаю, почему называют ее EOT или IT. Называется индустрия IoT. И меня зовут Игорь Федулов. Я представляю компанию Intersog. Мы находимся в городе Чикаго. Я занимаюсь бизнес-девелопментом аппликаций и наших сервисов в Америке. И сегодня буду рассказывать о том, что же интересного происходит у нас на рынке, какие интересные тренды мы видим, и как это может быть полезно для вас и для тех, кто работает в Украине, потому что в Украине происходит большинство нашей разработки. Немножко обо мне. Я закончил одесский политех, закончил немецкую школу MBA. Это было достаточно давно. И посвятил всю свою жизнь IT. Я работаю и организовал компанию Intersog в 2005 году. Вот уже 2011 год она работает на рынке Украины. Здесь я, потому что мне очень нравится технология. Я считаю, что все, что движется вперед, будет двигаться вперед только с учетом того, что технология используется. И IT – это одно из направлений, которое этому помогает. Для тех, кто не знает, я просто не знаю, насколько аудитория подкована и знает, что такое IoT. На самом деле история начинается с 99-го года, когда этот акроним был в первый раз назван. И на самом деле очень много из вас, сидящих в этом зале, столкнулись с вещами IoT в своей повседневной жизни. И сталкиваетесь, и, наверное, будете сталкиваться постоянно. Те, кто сейчас имеет фитнес-тракеры на руках, часы, Apple Watch, наверное, уже знаете, что это такое. И с чем его едят. Чем отличие? Самое главное отличие – почему это не компьютер, а почему это что-то другое? Почему это называется IoT, а не просто маленький или микрокомпьютер? Разница очень маленькая на самом деле, но самая главная разница – это в том, что он не требует в мешание человеческих рук для того, чтобы работать. То есть работает в автоматическом режиме, собирает какую-то информацию, может ее агментировать и передает или сохраняет ее в бездонном интернете. Это, в принципе, то, что происходит. Еще что происходит – это между собой они могут общаться, эти девайсы, абсолютно без участия людей. Следующее, что я хочу поговорить, это наша картина, которая на сегодняшний момент, что охватывает собой IoT как индустрия. Мы можем посмотреть на то, что, как я упомянул, это часы, это wearables, health индустрия – это все, что связано с тем, чтобы сверить ваше давление, пульс, может быть, автоматическая сдача анализа крови, которая передается автоматически доктору. Дальше есть connected car, наверное, одно из самых популярных и развиваемых направлений сейчас в Штатах. В частности, мой автомобиль, например, я могу завести, находясь здесь в Украине, он стоит на парковке в аэропорту и используя аппликацию, которая подсоединена к моему автомобилю, которая шла с завода, я могу его завести, закрыть, открыть, погудеть гудком. В общем, все это возможно. И, естественно, все остальные вещи, которые вы видите здесь, я не буду полностью описывать, что здесь есть. Это как бы снапшот того, с чем вы можете столкнуться. О чем я поговорю, это о том, какие тренды мы видим в реальности. То есть вы можете много почитать на интернете, но то, что мы видим в своей индустрии, это четыре разных направления. Первое из них – это connected house. То есть всем знаком с умный дом. Умный дом в плане того, что там можно включить электричество автоматически. Наверное, прочитали про Google Nest, о том, что можно, когда вы приходите домой, ваш телефон подсоединяется к Wi-Fi сети, Nest термостат знает, что вы дома, включает температуру выше, подогревает дом, вы уходите из дома, он эту температуру выключает. И в идеале бы все хорошо работало, но на самом деле это не так все просто и так все быстро не работает. Но индустрия не всегда была и работала с первого, скажем так, оборота. И все время есть какие-то баги, которые будут потом сделаны. Но идея понятна. То есть для того, чтобы автоматизировать без участия людей. Опять же, мы пришли, мы ничего не сделали, просто пришли со своим телефоном домой. И этого было достаточно для того, чтобы включить подогрев пола и повысить температуру в доме. Что мы видим из реальности, из тех проектов, с которыми мы столкнулись? В Америке очень популярна система безопасности, особенно пожаробезопасности, которые установлены в каждом доме согласно пожарных кодов. Это, так сказать, закон о безопасности. Большая проблема их в том, до чего дошла индустрия кодовая. Это о том, что в доме, если у вас есть несколько комнат, все они должны быть связаны между собой. То есть если в одном из помещений сработала сигнализация, во всех остальных начинает эта сигнализация тоже работать. Для того, чтобы вы могли проснуться в спальне, когда у вас сработала сигнализация в гараже. Какие лимитации этого? Естественно, кроме вас, если вы дома не находитесь, то и вы не умеете слышать за 4000 миль эту сигнализацию, то это бесполезная сигнализация, потому что на нее отреагирует может только тот, кто находится рядом и может позвонить 911 для того, чтобы вызвать пожарных. Мы работали над проектом, который позволяет завести все сенсоры, компания называется First Alert, они очень давно в этом бизнесе, они производят smoke alarm детекторы, завести через DECT стандарт, то есть все, грубо говоря, если посмотреть на это с простой точки зрения, это радиотелефон с встроенным детектором газа или дыма, который подсоединен к интернету, и вы можете мониторить, кроме того, его состояние, еще уровень батарейки, и таким образом получать проактивные алерты, когда, допустим, вам нужно поменять батарейку, или у вас, не дай бог, сработала дома сигнализация. То есть это все связано через интернет. Еще что я забыл упомянуть, кроме того, что эти все девайсы подсоединены к интернету, очень важно понимать, что именно сбор данных – это то, почему мы говорим сейчас об IoT. Сбор данных и сохранение этих данных, и возможность анализировать эти данные. Следующим примером является индустриальная система вентиляции. Мы можем себе представить завод, в котором для того, чтобы включить вентиляцию в одном из помещений, нужно было пойти, взять большую лестницу длинную, залезть, включить тумблер, или, может быть, это было выведено на центральный пульт управления. Но большая проблема в этом в том, что она либо работает, либо не работает. И для того, чтобы экономить электроэнергию, которая сейчас все больше и больше дорожает, можно либо выключать и не вентилировать, либо включать это периодически и постоянно лазить вверх-вниз. Существуют, естественно, более легкие пути решения, потому что мы все пользуемся интернетом. Даже удаленные места имеют возможность подсоединить модуль, который будет заниматься этим включением-выключением, вывести его, связать эти все вентиляторы вместе в одну цельную систему, которая между собой разговаривает. Они между собой, эти вентиляторы, делятся такой информацией, как, допустим, у меня поломался мотор, или вместо 1200 оборотов я выдаю всего 800, должен выдавать 1200, пожалуйста, почините меня. И эта вся информация потом течет в центральный хаб, где инженер, сидящий в системе управления, может с этим поработать. Этот проект будет рассказывать Игорь. Дальше уже в деталях, если здесь есть программисты, кому интересно. Wearable Healthcare. Мы делали интересный проект Cardio. Это один из самых популярных тракеров для AKG. И разница в нем в том, что кроме того, что он собирает информацию текущую, которую большинство из них делает, он также собирает историческую информацию. То есть вместо того, чтобы… Здесь уже как бы это более гибридное решение на самом деле. И прямое… Это не прямое IoT, это, можно сказать, гибридное. Почему? Потому что информация потом хранится на вашем телефоне, вы с ним можете пойти к доктору и сказать, доктор, вот на две недели назад была проблема с сердцем, посмотрите, пожалуйста, мою кардиограмму. Этого можно сделать, потому что девайс это все сохранил и может это вам показать. Это вот один из примеров в медицинской индустрии, из того, с чем мы сталкивались. Что еще интересно, это один из первых проектов наш. Здесь вы видите карту Мичиган, это штат в Штатах. И Министерство транспорта штата Мичиган имело большую проблему. Зимой дороги почему-то имеют тенденцию разрушаться. То есть появляются дырки на дорогах. Вы, наверное, знакомы, кто ездит за рулем, знает, что очень трудно после зимы объезжать все дырки, которые находятся на дороге. Как можно решить эту проблему? Можно ждать, когда злые водители будут звонить нам на 1 800 номер.